Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас прямой эфир с Германом Карельским, и мы будем говорить о практике холотропного дыхания, о всем многообразии. Сколько мы друг друга знаем, ну где-то... С рубежа 1993-1994 года, как-то так. 27 лет, целая жизнь. Очень много. Так что провели немало вместе с Германом замечательных мероприятий, конференций, международных, российских, ежегодных. Преподаем тысячу лет, можно сказать, транспорциональной психологии в разных местах, в Московском институте психоанализа. И в тяжелое время, то есть когда сложно было что-то такое авторское делать в мире интенсивного дыхания, мы даже вели программу по пневмосинтезу, провели несколько семинаров. И, ну, это был тренд тоже во многих странах мира, поскольку владельцы торговой марки на холотропное дыхание Кэрри и Тепс Паркс не разрешали использовать термин холотропное дыхание, то люди, которые вели альтернативные тренинги, будучи в чем-то несогласными с держателями торговой марки или не находя с ними понимание, они были вынуждены использовать другие слова. Ну, в частности, в Европе преобладала терминология трансперсональное дыхание. И по этой теме тренинги во Франции, скажем, Германии. Сейчас ситуация изменилась. Стэн Гроф взял все дело в свои руки опять. И мы вернулись к оригинальному названию «Холотропное дыхание». Герман, ты немножко, по-моему, не в фокусе. Чуть-чуть. Ну, у меня картинка идеальная. Идеальная картинка. Все, значит, тогда абсолютно качественно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я вас приветствую, друзья. У нас уже почти 40 человек в эфире. Я думаю, кто-то еще присоединится. Мы говорим с Германом Карельским. Герман, что в твоей жизни вообще холотропное дыхание? Как ты впервые об этом узнал и как ты стал дышать холотропно? Поделись немножко, для начала. Ну, для меня холотропное дыхание, наверное, самое значимое из психотехник, с которой я когда-либо был знаком. И познакомился я не от хорошей жизни. То есть, в времена перестройки я находился в своем, скажем так, в психодуховном кризисе, достаточно серьезном. И я искал выход. И по мере того, как я занимался исследованием тех ресурсов, которые могли бы мне помочь, я много что перебрал. И мне очень откликнулись дыхательные техники. То есть, моя карьера сначала как клиент, а уже потом как, не побоюсь этого слова, профессионала, началась с ребёфинга. И первое, самое значимое изменение, которое я почувствовал, во мне произошли именно благодаря ребёфингу. И как раз именно на тренингах по ребёфингу я узнал о том, что есть такая техника, холотропное дыхание, которая наилучшим образом научно документирована, которая в каких-то смыслах даже более эффективна. Кто тогда вёл у нас семинары по ребёфингу, на которые ты участвовал? Лена Дубова. Вот, собственно, с её подачи я как раз познакомился с дыхательными технологиями. Она как раз и привела большую группу вот на те три семинара своих ребёферов, которые, по-моему, в 92-м году мы начали вести в институте Лены и Миши Гордеевой. Да-да-да, в санатории Светлана, да, там, где... ...погла в другом дыхании, они создали как раз этот институт. Так оно и было. То есть мы, собственно, на одной площадке в санатории Светлана начинали деятельность. И я помню, что был одним из соорганизаторов тогда дыхательных групп, которые и сам проходил, и, собственно, и учился, и лечился, и развивался как мог. Собственно, мне Дубова сказала о том, что есть такой Володя Майков, который занимается холотропным дыханием, и если ты хочешь пройти, то, ну, свяжись с ним, и можешь о чём-то договориться, пройдёшь у него группу. Насколько я помню, я тебе позвонил, ты сказал, что группы нет. То есть, если хочешь, ну, организуй, и будет у тебя и тренинг, и всё, что хочешь. Что я и сделал. Был сильно мотивирован, и, насколько я помню, я многих ребёферов тогда привёл на холотропном дыхании. Это был твой первый такой организационный большой проект в этой области. Насколько я помню, там было около 50 человек, и для меня это был мой дебют как организатора. Причём мне очень понравилась фраза Лены, что она сказала, хочешь когда-нибудь быть тренером, научись сначала быть организатором, потому что хороший тренер – это хороший коммуникатор с людьми. И, соответственно, учись коммуницировать, учись людей мотивировать. И вам, дорогие участники эфира, я немножко посплечичи тоже. У меня тоже явно память об этом семинаре с участием Германа. Он выделялся, во-первых, таким стройностью, романтизмом и духом боевых искусств. Он тогда махал мечом и вообще очень интересовался всеми боевыми искусствами. Но также в нём просвечивала такая тонкость, андрогенность. И на семинаре «Капустники. Игры идиотов», третий завершающий семинар этого цикла по безумию и творчеству, Герман, я помню, блестяще сыграл женскую роль. Он вырелся в женское платье, намазал губы. И это было неподражаемо тонко. Я просто не ожидал от мужика вот такого перевоплощения. И понял, что вот андрогенность, коре и женское в нём, ну, гораздо, несмотря на возраст, в очень сильной степени проявлены. Вы знаете, что достижение андрогена – это цель не только алхимического синтеза, но и в сей аналитической психологии Карла Густава Юнга. Это вершина индивидуации. Вот настолько Герман был юный, настолько тонкий и уже индивидуирующий. Поэтому, конечно, не случайно, что транспарсональная психология в тебе так откликнулась. Ну, конечно. Быстро, радикально, эффективно, но больно. А ещё я вам хочу сказать про Германа, мало кто об этом знает, что он был практически бессменным видеооператором. Вот ранний хроник, и даже сам снимал фильмы. Вот я помню твой фильм на конференции в Подмосковье по свободному дыханию, интервью с многочисленными людьми. Как он назывался? Он в Ютюбе есть. Я даже сейчас не вспомню название, конечно. Давно это было. 90-е годы. Он есть в транспарсональном проекте. Надо же. Конечно, да. И также, конечно, вот помнишь первую конференцию по транспарсональной психологии «Между любовью и смертью», которую ты тоже снимал. И там было, ну, несколько звёздных, я считаю, новаторских вещей. Это было первое, в первый раз. Там был Аркадий Роман и Броня Виногродский. И команда Миша Жукова, которая делала живую музыку для холотропного дыхания. И многие-многие-многие другие пионеры. И там было днехождение с Ларисой Веленской и Толя Орлашин. И был карнавал карнавалов. Вот процесс, который спонтанно я придумал. Четыре команды, королей и королев, и их дворы, что называется, боролись за право участвовать в семинарии Грофа, который был запланирован. Там через два года уже точно было известно, что он состоится. И победителем им стал, по-моему, команда Тани из Питера. Ну, наша Тани, извините. А, Тани Гинсбург. Гинсбург, да. И Эдуард Сиденко. Вот они были король и королевы. Они завоевали как раз право бесплатного участия в этом семинаре. Так что было много интересного. Вот таких вранник и Герман. Оператором у него, кстати, как я считаю, до сих пор неизвестный широкой публике, но врожденный дар снимать то, что нужно. Камеры, фотографии. Так что хотелось бы, чтобы ты иногда хотя бы радовал нас тоже вот этими вещами. Потому что очень сложно выучиться искусству оператора. Нужно видеть. Я оператор, который в теме. И знать, что в кадре. И знать позицию зрителя, чувствовать одновременно. То есть нужно быть самому снимать. Нужно видеть жизнь, которую ты снимаешь. И нужно быть одновременно в положении зрителя. Вот это невозможно даже, пройдя курс операторского мастерства во ВГИКе, вот так вот выучиться технически. То есть нужна чуйка операторская. Она у тебя есть. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе тоже. И, Герман, ну вот мы оба знаем много разных дыхательных практик. Я, например, до знакомства с Грофом выпустил статью «Пневмосинтез. Путь к интеграции». В 89-м году она обошла там сам издат. И даже достигла Володи Козлова, молодого аспиранта кафедры социальной психологии Ярославского университета. И так его взбодрило, что он начал всех искать. Мечтал о встрече с этим Майковым, который казался ему мэтром. И очень быстро нашел конференции международные по свободному дыханию, которые делал Сережа Всехсвятский с командой. Вот там познакомились мы. Ну и мы знаем, кто сейчас Владимир Васильевич Козлов. Это мэтр интегративной психологии, глава школы, президент Международной ассоциации наук. Международной ассоциации психологических наук. И мы там тоже стоим в этой академии. Почетными членами. Я академик, ты тоже или ты член курорта? Я член-корреспондент. Член-корреспондент. Это академия. Это академия психологической наук. Это тоже вот такие анналы дыхательных практик. Сережа там, постажировавшись после семинара по ребёфингу, который организовал, кстати, я в 87-м году. Приехала Сондра Рэй. И я сумел организовать семинар по ребёфингу, на котором был молодой аспирант. Вот физтеха Серёжа Всехсвятский и ряд людей там после этого семинара поехали в Америку, Серёжа в том числе. И полгода он там жил, изучал дыхательные практики ребёфинг. И вернувшись, он эту инициативу мастерски продолжил, создав ассоциацию свободного дыхания. То есть ему тогда уже русский интегративный дух хотелось всё объединить и найти единые ключи к дыхательным практикам. Поэтому он там смешивал, исследовал и исходил из принципа простора, свободы, использования любых техник и технологий, используя само дыхание как таковое. Так что это был очень мощный интегративный импульс. Недаром вот эти ранние семинары по свободному дыханию привлекали так много людей, многие из которых потом разошлись, сформировались свои школы. Например, Саша Гершон мы знаем как лидера Володю, Козлова как лидера направления. Серёжа Всехсвятский продолжает свой пионерский дух в других тоже областях бизнеса. И мы знаем великолепно и себя, тебя, меня. Мы тоже там в немалой степени. Ну, я тогда уже был сложившийся тоже человек достаточно, шёл своим путём, но очень активно сотрудничал с Ассоциацией свободного дыхания, чувствовал себя своей частью. Ну, Галя Шибаева, естественно, да, лидер ребёфинга, наверное, у нас. Практики вайвэйшена. Я изучал также различные пранаямы в, например, традиции цигун китайской, в различных школах индийской йоги, в тибетской йоги, это янтра-йога традиция, в дзокчен. Различные дыхательные практики, начиная от дыхания Мюллера, которое вдохновило, кстати, Станиславского, и от этого потом пошло знаменитое дыхание Галины. Есть дыхание бутейка, а есть дыхание... Ещё какая-то стерея, не помню тоже фамилию. Чёрт, вылетела с утра из головы. Ну, вы все знаете. Аналогично. Актриса, которая потеряла голос и стала использовать вот эти полузабытые техники из школы Станиславского, и сумела не только восстановить голос, но и раскрыть свой артистический талант. И вот об этом я хотел бы и поговорить, вот об этой теме. Как дыхательные практики в широком смысле и более узко холотропное дыхание помогают нам в нашей жизни раскрывать наши таланты, ускорять процесс нашего развития и эволюции, помогать, расчищать препятствия на то, что традиционно в узком смысле и в малом масштабе делает практика психотерапии. И в гораздо большем, например, практике интенсивной практики дыхания. Там больше энергии, больше возможностей, там более совершенный закрытый сосуд для интенсивной внутренней работы и повышенная безопасность для интенсивного характера такой работы. Я знаю также, что ты много лет помогаешь передовым коучерам России раскрывать их таланты, ассистировать и проводить коучинг. В самых сложных ситуациях используешь этот инструмент холотропного дыхания для ускорения обучения. Для меня тоже холотропное дыхание является прежде всего важнейшей эволюционной практикой, помогающей нашему более ускоренному интенсивному развитию к тому, чтобы стать все более и более и более раскрытыми, реальными, талантливыми. Давай поговорим об этом. Ну, может быть, ты начнешь там со своего опыта, как ты работал с зависимыми, как ты работаешь с коучерами. Ну, давай начну издалека, потому что мой первый интерес к дыхательным техникам, именно такой узконаправленный интерес по применению этих техник, был как раз реализован в контексте реабилитации алкоголиков и наркоманов. И я вспоминаю, как писал свою магистрскую работу по психологии, вот, и я выбрал тему магистрской, как холотропное дыхание, как базовый метод коррекции личности опийного наркомана. Да, тогда я был фанатом использования дыхательных технологий в реабилитации, и, насколько я сейчас с радостью вспоминаю, вот, командную работу с Ириной Зингерман, с Галей Лобковской, когда мы внедряли дыхательные и дополнительные интегрирующие, интегрирующие после дыхания техники, внедряли в программы профилактики и реабилитации химически зависимых. На самом деле, вот, я могу так с уверенностью сказать, что внедрение дыхательных техник, в частности, холотропного дыхания в комплексные программы по реабилитации химически зависимых, дает огромнейшую эффективность. То есть, если говорить про статистику, то если мы берем долгосрочную программу, допустим, от месяца до трех, на которую приходит зависимый человек, и если в эту программу включены дыхательные техники, включая базовые методы холотропного дыхания, то где-то процент годичной ремиссии, где-то 35-50% ремиссии за год. Почему такая эффективность? Ну, во-первых, потому что, вспоминая вот идеи Кристины Гроф о том, что такое зависимость, как иногда неосознаваемый психо-духовный кризис, где реализуется деструктивным образом, тяго-транцидентным, то есть к тому, что дальше глубже, чем наше собственное представление о себе и о реальности. И вот если человек использует любые техники, дающие доступ к сакральным измерениям бытия, дающие возможность реализовать целительный потенциал измененного состояния сознания, и, в частности, холотропное дыхание, то эта техника именно решает задачи, связанные с экзистенциальным и психо-духовным кризисом, наилучшим образом, где человек является самым, он приходит к тому, что, скажем так, на уровне аналитики прийти нельзя, это пропускается исключительно через персональный, через личный опыт, контакт вот с этим трансидентным, с номинозным, с тем, что дальше выше, чем наше представление вообще обо всем, вот об этом. Мало того, что человек попадает именно в состояние, которое для него целительное, то есть именно, еще раз подчеркну, реализует целительный потенциал измененного состояния сознания, во время дыхательных техник запускаются механизмы естественной очистки организма, то есть через вводящую систему, имеем в виду комплексную, через всю вводящую систему есть возможность просто вывести то из организма, что было накоплено во время длительного периода алкоголизации или наркоманской жизни, то есть это реально очистка. Еще один момент. Это же обмен не только энергией, но и веществом, продуктами жизнедеятельности. Конечно, это биохимический процесс. И легкие являются, в том числе, и выделительной системой, как мочеполовая система или пот там, правильно? Кожа, легкие, да. Сопли. Мы избавляемся от ненужного, от лишнего. Через дыхание, очень эффективно. Еще одна важная штука, хотел бы дополнить. Дыхательные техники, кстати, на эту тему мы даже с Яшей Маршаком разговаривали. Дыхательные техники дают возможность, как это ни странно, и для многих, может, покажется удивительным, выйти из депо с тволовым клеткам, которые могут потом встроиться в ту часть организма, которая нуждается в излечении или регенерации. В том числе дыхательные техники способствуют тому, что вышедшие из депо салонной клетки регенерируют и серое вещество, и гли. То есть нервные клетки восстанавливаются, как это ни странно. То есть мы реально запускаем механизмы регенерации организма. И я тут без лишней скромности могу сказать, что вот мы с тобой уже, дядьки, немолодые, но, на мой взгляд, недурно выглядим, несмотря на собственные годы. Вот такая маленькая самореклама. «Скачем, как горные козлики по горам». Ну, пока все есть, будем скакать. То есть сами являемся носителем всего того, что в контексте оздоровления дают дыхательные техники. Живые примеры. Да, замечательно. Кстати, вот ты упомянул пионера применения духовных методов лечения зависимости в нашей стране Яшу Маршака. Маршака. Известного, Емману Виловича Маршака, внука известного поэта. Очень на него, кстати, похожего внешне. Очень. Наверное, из всех родственников Маршака в наибольшей степени. И, кстати, не перебью. Важен тем, что он кундалини-ягу привез. Да, да, да. Он первый не только принес практику кундалини-йоги в России, но и стал использовать важнейшие элементы кундалини-йоги. Дыхание огня, духовные медитации, упражнения на тотальную релаксацию и на тотальное напряжение, стресс, адренализацию, за которым следует расслабление, для лечения зависимости. Наряду, конечно, с традиционными методами очищения организма, нотриксол, лечения рецепторов, которые испорчены героином, например. Блокировка пятных рецепторов, да. И это очень важно. Он первый стал использовать в ключе всего этого холотропное дыхание. Да, да. И оказалось... Был прекрасный результат. Я каждую неделю практики холотропного дыхания проводил с зависимостями, и потом оказалось... Это вот я слышал от многих других врачей, которые вот учились у меня, закончили программу ГРОФа, ну, например, Люба и Саша Жвакины, Марс Сары, ты. В общем, практик, которые использовали в основном только холотропное дыхание при работе с зависимым. Алкоголизм, наркомания, все виды. Оказалось, что это самое важное для вот этой большой эффективной программы. И даже если нет практики медицинской деинтоксикации, даже если нет 12 шагов, даже если нет медитации и интенсивных духовных практик арктерапии, то само по себе холотропное дыхание помогает компенсировать их нехватку и является важнейшей практикой для работы с зависимостями из всех. Я считаю, что это достаточно, извиняюсь за тавтологию, достаточно самодостаточная техника, которую можно действительно использовать как основную, но ее хорошо было бы дополнять еще и телесными практиками, и арт-техниками, естественно, рациональным подходом для того, чтобы должным образом упаковывать иногда весьма иррациональный опыт. Да, и, кстати, телесные и арт-практики это самые доступные для большинства людей. Можно научиться хорошему, например, ты ведешь курсы в Московском институте психоанализа по транспарсональной телесной терапии и ведешь авторские семинары. И есть какие-то сходные вещи, связанные, например, с биоэнергетикой или с другими мощными глубинными практиками работы с телом. Они великолепно дополняют холотропное дыхание. Ну и, конечно, все виды арт-терапии это прямо к сути, потому что искусство – это высшая эволюционная практика, я не устаю это повторять. И лучшее лекарство для многих измученных и сташковавшихся по настоящей жизни и по реальности душ. Причина болезней наших часто бывает как отсутствие доступа. Вот, видите, мы даем вам широкую панораму дыхательных практик. И, Герман, ты на секунду исчез, но вот мне потребовалось некоторое время, чтобы пригласить и подсоединить где-то там со связью у тебя. У меня связь практически максимально возможная в Москве. Я здесь не экономлю на том, чтобы быть соединенным и максимально быстро работать с мировыми сетьми информационными, коммуникативными, визуальными, аудиальными и так далее. Герман, а какие еще другие сферы применения? Может быть, ты продолжишь свой рассказ в коучинге? Да, относительно моего длительного сотрудничества с Педерским институтом коучинга, руководителем которого является Барина Данилова и Александр Савкин. Дай бог поймите, лет 16. Я с ними взаимодействую как раз в контексте реализации программы внутренний подросток и сексуальность и в контексте программы, связанной с использованием дыхательных технологий, в частности, нашего с тобой любимого холотропного дыхания. Основная идея такая, что коуч – это человек, который занимается сопровождением в основном первых лиц. Это первые лица в бизнесе, первые лица в политике. И коуч – это человек, который должен быть по совокупности внутренних ресурсов более, в кавычках, «крутой», чем его клиент. То есть он должен быть более ресурсный. Иначе какое кавычка? Как он может сопровождать человека, который и так предельно успешен, который предельно вписан в социум? Так вот, дыхательные техники в различных формах. Не обязательно холотропное дыхание. Есть еще масса других техник, где мы используем дыхание как инструмент расширения сознания. Так вот, дыхательные техники во всем их многообразии дают нам возможность вырабатывать ресурсы. То есть мало того, что мы узнаем нечто новое о себе и мире, мы познаем себя и эту реальность, мы также становимся носителями более объемных ресурсов. Говоря о ресурсах, прежде всего, это стрессоустойчивость. В нашем современном мире это просто необходимо. Дальше. Это креативность, то есть творческая способность. Это чувственность и чувствительность. То есть та самая сенсуальная способность детально воспринимать реальность через тело как коммуникатор. Которая иногда воспринимается ошибочно как только эротичность или сексуальность. Это намного шире. Есть сенсуальность, есть чувственность и чувствительность. И еще раз, тело это коммуникатор с миром. Коммуникатор такой весьма интересный и своеобразный, потому что, кстати, это дыхание, это тоже коммуникация с миром. Устроено широко и чувствительно, гибко на все каналы восприятия. Именно так. И, кстати, вот мы с тобой уже практики Закчена, а в Закчене, по крайней мере, как говорили мои учителя, важно поддерживать вот этот вот корабль просветления, то есть тело. Потому что только в хорошем теле, в котором прекрасно функционируют все органы чувств, возможна наиболее эффективная духовная практика. Поэтому берегите, вот этот вот коммуникатор с миром, берегите корабль просветления, делайте его более ресурсным, потому что чем больше ресурсов, а ресурс – это потенция что-либо выполнить, тем больше у нас свобод реализации своих истинных потребностей. То есть, по сути, когда мы говорим про некие свободы, что такое свобода? Это способность и возможность реализовывать свои глубинные ценности. И расширение сознания через дыхание дает нам вот некий потенциал быть более чутким по отношению к себе любимому. Действительно выявлять свои ценностные ориентиры и следовать именно им. Реализовывать истинную свободу. Свободу и бережность к себе и к окружающей реальности. И как раз применительно к обучению коучей, к наработке ресурсности коучей. Если мы говорим о дыхании, то дыхание – прекрасный инструмент, где системообразующим является холотропное дыхание. Например, в сути коучинга холотропное дыхание периодически выделяется в отдельные сессии. Именно для того, чтобы, с одной стороны, реализовать терапевтический эффект. Потому что любой коуч – это живой человек. Он со своими проблемами. Ему нужна быстрая, эффективная, радикальная терапия и поддержка. С другой стороны, это технология расширения сознания. А коучи, сейчас, может быть, немножко поголомлюсь над этой темой, но, тем не менее, это люди рациональные. Это типичные представители современного рационального мира. И когда абсолютно рациональный человек, а по себе я могу сказать, я рациональный на самом-то деле, хотя я имею доступ к трансцендентному периодически. Так вот, рациональным людям весьма полезно было бы быть в полном контакте, насколько это возможно, с собственным телом, с собственными чувствами и эмоциями. От этого рациональность никуда не денется. Структурное мышление никуда не денется. Оно будет дополнено более широким диапазоном восприятия телесности, чувственности, чувствительности. Человек перестанет соскакивать с процессов, где он вынужден быть в контакте с иногда непредсказуемым потоком чувства и эмоций. Для рационального человека... Я ищу твоим наблюдением эффективное голотропное дыхание. Я знаю, что ты у нас также один из ведущих специалистов в трансперсональной сексологии. У тебя опыты в этой области снятия различных блокировок. Я вспоминаю в этой связи пионерские работы Вильгельма Райха в начале 30-х годов. То есть его идеи о том, что невозможность быть полностью раскрытым, чувственным в сексуальной жизни, он называл это невозможностью переживать оргазм, является одновременно важнейшей причиной нашей нетворчественности в жизни, нашей закрытости, нашей односторонности, нашей, как он говорил, нереволюционности и неспособности изменить жизнь к лучшему. То есть выйти из плена капитализма к свободному обществу. Ну, идея это свободного общества. Для него, как коммуниста, был социализм и коммунизм, конечно. И поэтому он сперва организовал в Германии кружки сексуального воспитания революционного пролетариата. И в лучшие времена около трех миллионов немцев одновременно занимались в этих кружках. И главной темой было переживание оргазма и снятие блокировок, между прочим, в основном через, ну, мы могли бы это назвать трансперсональную телесную терапию с широким использованием дыхания. Да. Ну вот давай тогда три минутки я ему посвящу. Начну с конца. Начну с оргазма. Социальная метафора оргазма это возможность получить удовольствие от любого рода деятельности. Это если мы оргазм переносим как бы на социальную модель. То есть это синоним экстаза тогда, да? Да, это экстатическое состояние, данное нам природой. Эта природа, матушка, распорядилась так, что мы можем испытывать оргазм как максимальную форму недвойственного пикового состояния. И сразу хочу сказать очень коротко, оргазм лучшая психотерапия. об экстазе как основополагающем человеческом состоянии. Кстати, первоначальная книга о шаманизме, величайшая книга исследования шаманизма, Мерчеляда, так и называется, «Шаманизм. Архаичная техника экстаза». Я уже, когда тебя не было, говорил вот о вселенском значении экстаза и о том, что напомнил название книжки «Мерчеляда. Шаманизм. Архаичная техника экстаза». То есть, выхода из стазиса, выхода в живой громадный мир духов, где со всеми можно общаться. Наверное, в экстатических состояниях мы расширяем свои возможности контакта с миром, коммуникации в широком смысле. Ты слышишь меня, Герман? Ты здесь уже? Ну да, ну что ж. Да, я прекрасно тебя слышу. Да, я готов продолжить тему. Да, меня слышно? Продолжай, в экстазе, в оргазме. Слышно, да, но у тебя неустойчивость сеть. Ну, я слышу, вижу. Я прекрасно вижу тебя. Вот у меня с сетью, окей. Отлично, продолжай. Ну ладно, тихо, продолжаю, окей. Давайте тогда про телесность, сексуальность и про дыхательные техники. То есть, как я уже говорил, дыхательные техники дают нам возможность раскрывать то, что мы называем сенсуальностью, то есть способность чувствовать и воспринимать детальную реальность через тело и быть в контакте, в осознанном контакте с собственным телом. Я пару слов хотел бы сказать именно о сексуальности, что это такое по определению. Сексуальность – это умение давать и получать удовольствие через тело, а также презентовать себя таким образом, чтобы вызывать влечение у потенциальных партнеров. У нас все, что связано с телесностью и сексуальностью, является социальным табу. То есть, относится к тому, что мы называем теневый аспект личности. То есть, у нас тень связана с телесностью и сексуальностью. Мы виноваты за то, что мы испытываем базовые первичные потребности по обраковому маслу. Виноваты за то, что хотим, желаем, хотим наслаждаться через тело. И вот дыхательные техники, они снимают внутренние конфликты, связанные с виной за собственную телесность и сексуальность. Они расширяют диапазон коммуникации. То есть, используя дыхание в контексте телесных практик, коммуникативных практик, мы можем исследовать собственные границы, мы можем исследовать собственную чувственную существительность, исследовать свои страхи и зажимы относительно телесной коммуникации. Мы можем в расширенном состоянии сознания, вызванном дыханием, например, поисследовать все, что связано с доверием, с доступом в эту интимную зону, где интимного обыска, коммуникации. И естественно, что все блоки и зажимы, связанные с телесными и сексуальными запретами, они могут быть очень быстро, я бы даже сказал, в любом случае, вслепую отработаны. Почему вслепую? Мы можем работать не по рациональному запросу, хочу решить именно вот эту конкретную задачу. А мы можем решать, скажем так, целые крупные констилляции, то есть то, что называется система констилляционного опыта. То есть не одно решаемое, а сразу все, связанное общим тематическим контекстом. И выходя на уровни переживания на самые мощные состояния, блоки и зажимы, у нас есть вероятность, как раз вытяная то, что называется ядро системы констилляционного опыта, системообразующие элементы. Если мы переживаем самое мощное, самое сильное, самое страшное и болезненное, то все остальное, второстепенное по эмоциональному загляду, оно будет само собой отработано. Но вы поняли идея, что действительно дыхательные практики прежде всего через воссоединение нашего контакта с энергией помогают нам соединяться с нашей жизненной энергией, с энергией другого человека, быть в намного более живом контакте. Это не только человеческий контакт, смысловой контакт, коммуникация, но и чувственный контакт, который для полноценного общения. И в этом смысле секс – это расширение диапазона общения, который при этом расширять нас поощряет. Потому что секс связан с особого рода удовольствием. И поэтому как бы ошибочно этот момент односторонне понимал Фрейд, говоря, что либидо – это только секс. Либидо, как правильно скорректировал его Юнг, за это пострадавшее – это не только секс, это смысл, это жизнь, это вся человеческая чувственность, эротичность, а также человеческая чувственность. То есть, по сути, в понимании Юнга либидо – это всеобъемлющая энергия жизни, работающая на всех уровнях, от телесно-энергетических до высших духовных. И она движет нами, она помогает нам, строясь от нас к миру, другим людям, вступать в контакт, в отношения, обмениваться содержанием жизни. И вот как мы с вами прояснили немного, беседая с Германом, делясь своим опытом, чрезвычайно важную роль в нашем освобождении для этого процесса играют различные дыхательные практики. Они все по-разному помогают, но особенно мощно помогают и вот так вот широко, объемно, системно практика холотропового дыхания. И, возможно, вы уже знаете из наших соцсетей о том, что относительно недавно, в конце прошлого года, Станислав и Бригитта Гроф объявили о старте большой программы международной по холотропованию. По-английски это называется «Гроф Легаси Трейнинг», тренинг «Наследие Грофа». И Герман в команде, в команде, кроме Германа Карельского, Кристина Майкова, тоже сертифицированная ведущая холотропного дыхания, которая имеет большой опыт в этой сфере. Мы с Кристиной много лет, вот уже почти 30 лет тоже ведем в месте семинара по холотропному дыханию, она мне помогает. И мы с Кристиной также 5 лет вели. Я, Герман, я представляю команду тренинга «Наследие Грофа». Я уже рассказал о тебе, сейчас говорю о Кристине. Кристина Майкова вместе со мной вела как раз программу трансперционального тренинга «Грофа», который, кстати, закончил Герман, он сертифицированная ведущая холотропного дыхания с 2009 года, то есть институциализировался. И другие члены команды – это Александр и Любовь Жвакина из Ижевска, они врачи, психотерапевты с колоссальным опытом, специалисты в наркологии тоже, и работают с экстремальными ситуациями, и тоже сертифицированные ведущие холотропного дыхания. Ну и последний член нашей команды, вот такого ядра первоначального, это Марс Сары, как и Герман и Александр Жвакин, это члены также Президиума Ассоциации трансперциональной психологии и психотерапии, люди с большим трансперциональным опытом и горизонтом. И особенностью Марса Сары является не только то, что он врач-психотерапевт, специалист по работе с зависимостями, но также и это ведущий эксперт в области необычных состояний сознания и всем опытом, который с этим связан с древнейших времен до современности. Вот у Германа опять все прыгает и прыгает и прыгает, он опять ушел куда-то. Сейчас я его опять вынужден подключить. Видите, какие-то такие баги, которые несколько все смазывают. Непрерывную нить нашего общения. Сейчас Герман снова подсоединится. И мы начали тоже с Лидия Грофа в России. Сейчас сделан сайт и в шапке моего профиля. Вы сможете туда зайти. grof.defis.legacy.defis.training.ru Название этого сайта, тренинг о следе Грофа, можно набрать в Яндексе и вы в этот сайт выйдете. Там вся информация о тренинге. Тренинг начинается 15 декабря. Это хороший день по тибетскому календарю. И он будет происходить, пока у нас эпидемия, параллельно в онлайн формате. Вся теория будет даваться в онлайн формате. В первой будет четыре вебинара в месяц. Вебинары буду вести я. И на первый вебинар я приглашу всю команду 15 декабря. Вы познакомитесь лично со всеми членами команды. Познакомитесь со всей широтой тренинга. Мы ответим на все ваши вопросы. И дальнейшие вебинары буду вести я по теме тренинга. И приглашать также членов команды некоторых, уже не всю команду, некоторых на эти вебинары. И затем в январе будет трехдневный интенсив, который будет проходить в Москве. Вот в такой форме комбинации онлайн теория и живой опыт мы будем проводить тренинг, пока эпидемия. Как только закончатся ограничения, связанные с карантином, формат будет только целиком шестидневные загородные семинары. Либо Подмосковье, может быть Казань, может быть Жевск. И мы планируем также Сочи как базовое место для живых семинаров. Там прекрасно, мы уже проверили. Съездили туда, там великолепные пансионаты, бассейны с морской водой. И великолепный отдых. Можно приехать раньше, отдохнуть до семинара, остаться позже. Тем более, что в Сочи живут два моих старинных друга. Мастер целительных и боевых искусств Сонпарки. Можно потом остаться на какую-то работу с ним. И московский великий айтишник, создатель программы «Понтосвитчер» и «Карамбосвитчер» Сергей Москалев, который является, как и я, старейшим членом московского трансперсонального кружка «Контекст». Мы с ним познакомились 40 лет назад. И последние два десятка лет он является шейхом московской суфийской общины. Линии Инаяд Хана. Он одновременно издатель всех книг Инаяд Хана. Так что будет хороший тренинг. И вот кроме нашей команды, мы все, кстати, сертифицированные психотерапевты ассоциации, европейской ассоциации, европейской трансперсональной ассоциации. Это высшая степень трансперсональной психотерапии в Европе. Все члены команды полностью прошли эту программу. И все уникальные специалисты в своей области. Так что вы будете в надежных руках людей, у которых колоссальный опыт в холотрубном дыхании и применение его во всех сферах жизни. Почему Стэн Грофф делал новый тренинг? Почему ему хватило прежнего тренинга, через который раньше велось холотрубное дыхание? И который был тоже созданным. Он назывался «Грофф Трансперсонал Тренинг». Трансперсональный тренинг Гроффа. Я сам закончил именно этот тренинг. Учился там с 90 по 93 год. И моими преподавателями во время всех семинаров тренинга были Станислав Грофф и Кристина Грофф. Они вели, учились, знакомили со всем материалом. Поэтому я получил холотрубное дыхание из первых рук от создателей. И после окончания я стал вести семинары по холотрубному дыханию. Сперва в Советском Союзе, еще в 91-м году первый семинар я провел. А потом в России. И затем с коллегами, друзьями, соратниками мы организовали ассоциацию трансперсональной психологии и психотерапии. И Герман – бессменный член президента этой ассоциации и организатор большинства соорганизаторов конференции. Он также служил, потому что это служба как президент ассоциации несколько лет. Ну, как тебе эта служба? Непростая, да? Работа. Ой, да, это непростая такая общественно полезная нагрузка. Но, с другой стороны, я просто оглядываюсь в прошлое и, будучи еще клиентом, приходящим просто как участник, обычный рядовой участник на дыхательной технике, я предположить не мог, что когда-нибудь, мало того, что я сменю образование, получу магистрскую по психологии, кандидатскую по философии, я еще буду избран на два года как президент Трансперсональной ассоциации. То есть, такое даже в голову прийти не могу. Чудеса бывают, и они в собственных руках. Может быть, в будущем ты снова послужишь. Тем нужно меняться. Но зато, будучи президентом, я реализовал свою любимую тему, именно по сексуальности и трансперсонального подхода на конференции, ежегодной конференции. Я помню великолепно. Давайте продолжим очень коротко. У нас осталось не так-то много времени рассказ о тренинге «Наследие Грофа». То есть, почему Гроф начал новый тренинг? По-моему, в 1998 году Грофы решили выйти на пенсию, пожить для себя некоторое время. Поэтому они передали руководство тренингом, трансперсональным тренингом Грофа своим ученикам Кэрри и Теву Спаркс. И также передали им торговую марку. «Халлотропик Бретфокс» за главные буквы оба слова. Торговая марка на «Халлотропное дыхание». И под руководством Кэрри и Теву Спаркс тренинг очень успешно стал проходить во всех странах мира, расширять географию. И поэтому, когда я стал просить Грофа начать этот тренинг в России на специальных условиях, потому что россияне не могли платить за семинар в те времена по тысяче с лишним долларов, да еще платить за питание и проживание в загородных пансионатах, то мне пришлось, конечно, договариваться о специальных условиях с Спарксами. И мы провели первые тренинги. Ну, самый первый тренинг был в 98-м году. Приезжал в Стэн Гроф, это тренинг по архитектуре психопатологии. Затем был тренинг в 2001-м году в Санкт-Петербурге. И это тоже был замечательный тренинг по психо-духовному кризису, по критическим ситуациям. На нем тоже было много людей замечательных. И, наконец, начиная с 2006 года, уже стали устойчивые постоянные семинары. Я договорился с Спарксами о всех условиях, и мы начали программу Гроф Трансперс Тренинг в России и в Болгарии, потому что на первом тренинге была большая группа болгар, 10 человек, которые тоже хотели. И для большой болгарской группы гораздо удобнее было по всем показаниям, если мы часть семинаров проводили в Болгарии. Мы проводили их в Варне в основном. Герман помнит, несколько тренингов было в Болгарии, на которых участвовал ООН, которые засчитывались по этим темам. И моей главной целью, конечно, было приглашать как можно чаще Грофа, источник этих знаний. Поэтому мне удалось в большой программе, по-моему, 4 или 5 раз, дважды у нас было сертификационное семинары, приглашать Станислава Грофа. Так что все участники могли также получать из первоисточника. Ну и, конечно, были два сертификационных семинара под руководством Тевас Паркса. И со временем у меня возникли разногласия, которые особенно четко прорисовались на семинарах 2012 года. Причем это были с обоих сторон разногласия и непонимания. И я видел все более и более нарастающий дух изоляционизма и секстанства, потому что Тевас Паркс нередко противопоставлял транспарсональный тренинг Грофа в разных странах мира транспарсональной ассоциации, которая другое детище Грофа. Возникали конфликты, он под очень дорогими условиями разрешал проводить финансовыми, использовать торговую марку, холотропное дыхание, ограничивал всячески. Поэтому появились тренинги несогласных лидеров, первых учеников Грофа под другими названиями. Тренинги по транспарсональному дыханию, чаще всего в Европе. Например, их проводил Инга Ярсец и Бернадетта Блин. Они оба, кстати, были президентами Европейской транспарсональной ассоциации. И оба были сильно недовольны положением дел, которое шло от тела Тевас Паркса. Также Бригитта Гроф, которая проводила семинары с Ингой Ярсецом, она была в теме и знала о том, что что-то не то в королевстве датском. В 2012 году я вышел из тренинга, это был взаимный процесс с обоих сторон непонимания, обвинения. И я вышел из руководства транспарсонального тренинга Грофа. Этот тренинг под руководством затем продолжился Владимира Александра Емельяненко достаточно успешно. Несколько лет шли семинары, не так интенсивно, как в мое время. Но, тем не менее, все это успешно продолжалось. Но, тем не менее, я тогда же написал в 2012 году письмо Грофа, в котором изложил свое понимание того, что неладно в королевстве датском. Даже изложил большие аналитические таблицы, сравнивая оригинальный транспарсональный тренинг Грофа с той версией, которая шла от Тевас Паркса. И также одним из моих идей было то, что с тренингом что-то неладно, он перерождается в такую секту духовного толка. Но тогда мои слова не были услышаны. Затем, в 2014 году, у нас возник конфликт большой со Стэном Грофом. Он занял позицию Тевас Паркса и людей из его российской команды, которые во многом подтасовывали различные вещи, представляя, например, мои сеансы по дыханию мистерии, по синестезии, как мою неправильную работу в формате глотропного дыхания и так далее. То есть там было много непоняток, но я не раздувал конфликт, я просто вышел. Написал свою позицию в письмах Стэна Грофа, писал свое видение и, в конце концов, увидел, что невозможно что-либо это не было прояснить. Смирился с тем, что иногда даже давняя транспарсональная дружба и сотрудничество, по-видимому, в этой жизни не продолжится. Но затем, уже через несколько лет, в 2016 году, я стал получать через близких знакомых людей, транспарсональных из Америки, из Европы, из России, от Ксении Кулешовой, которая дружила, сотрудничала и снимала Гроф, информацию о том, что Гроф изменил свою точку зрения, пересмотрел причины конфликта и хотел бы со мной снова встретиться и начать сотрудничество. И мы с ним встретились снова лично в 2017 году в Праге на международной транспарсональной конференции. У нас, я снял интервью для нового фильма «Инструменты эволюции», у нас была очень глубокая личная беседа «Тет-а-тет», где мы прояснили все и вся. Гроф в это время уже женился на Бригитте, на Бригитте Гроф. Кристина Гроф умерла от пневмонии в 2014 году. И он все понял от Бригитты, от других европейских лидеров. Ситуацию с галатрубным дыханием пришел в ужас. Вышел как преподаватель из транспарсонального тренинга Грофа, начиная с 2016 года. На сертификатах нет его подписи, тех, кто закончил транспарсональный тренинг Грофа. И принял решение, мы об этом беседовали, создать свой тренинг, вернувшись к первоначальным истокам транспарсонального тренинга Грофа, но на новом уровне, представив всю широту всех знаний. И сделать этот тренинг, сделать, я сейчас посмотрю время, мы уже скоро заканчиваем, общим для всех. Представить через него все наследие Грофа, для того, чтобы у снижения этого тренинга были не только мастерами галатрубного дыхания, которые имеют право вести семинары по галатрубному дыханию, но работали с зависимыми, работали с психодуховными кризисами и использовали это главное в тренинге «Наследие Грофа». Все возможности необычных, расширенных, измененных состояний сознания для творчества, развития, работы с зависимостью, снятия всех ограничений. Вот это и есть, собственно говоря, главное открытие Грофа, которое вот скоро в скоро выходящей книге путь психонавта будет выражено. Ну, у нас закончилось время нашего эфира. Я благодарю, прежде всего, Германа Карельского, близкого друга Рафика и всех вас, кто участвовал в нашем эфире. Всю информацию о тренинге «Наследие Грофа», пожалуйста, на сайте, ну и также в шапке моего профиля. Всего вам доброго. И, кстати, через полчаса в Инстаграме, в long-long live, будет мой эфир на другую тему о пути героя с Константином Вихревым-Смирновым, который тоже имеет колоссальный опыт холотрубного дыхания. Он пять лет ходил на мои семинары по холотрубному дыханию. Сейчас выдающийся мастер кино, режиссер Цигун и автор программы «Путь сердца». До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч. Счастливо. Счастливо. Так, как мне закончить прямой эфир, я даже не знаю. А, вот, наверное, вот так я закончу. Счастливо. Продолжение следует...